Минувшая неделя в Башкортостане была бурной и многообразной на события, потому запасайтесь двойной порцией попкорна, а мы приступаем. Конечно же, уход США Сидякина с поста руководителя администрации главы республики – важнейшее центральное событие минувшей недели. Уже льются слезы и рвутся волосы на всех местах, где они растут. Уже Рустам Ахмадинуров заявил о том, что уход Сидякина в Москву – это тяжелая утрата для управленческой команды республики Башкортостан. И, как говорится, то ли еще будет. От себя добавлю во след ушедшему США, что, на мой взгляд, администрацию главы республики покинул последний сотрудник из числа руководства, у которого, очевидным образом, прослеживалось наличие головного мозга, и который, к сожалению, этот головной мозг использовал не по назначению и не во благо жителям республики Башкортостан. Посему делаем резонный вывод о том, что уход господина Сидякина для нас скорее благо, чем потери, как для Ахмадинурова. Потому есть повод надеяться на лучшее. Саша Сидякин ушел не в пустоту. Его лично Дмитрий Анатольевич Медведев пригласил руководить Центральным исполнительным комитетом партии «Единая Россия» в Москве, и Сидякин с радостью согласился. Надо сказать, что он давно тяготел к тому, чтобы куда-нибудь сбежать из республики. Как человек неглупый, Саша понимал всю безысходность ситуации Хабирова. Он понимал, что рано или поздно это будет катастрофа. Никакого желания участвовать в этой катастрофе у Саша, очевидно, не было. И вот подвернулся вариант с «Единой Россией». Конечно же, этот вариант худший из многих. Саша предполагал, что его могут пригласить на работу губернатором или хотя бы федеральным министром. Ну, на худой конец. Заместителем министра, но в хорошее министерство. Ну, нет. Не сложилось. Всего лишь Дмитрий Анатольевич Медведев. Всего лишь партия «Единая Россия». Я не знаю, совпадение это или нет, но ровно в тот момент, когда Саша пришел на новую работу, партия «Единая Россия» выдвинула инициативу разрешить супермаркетам продавать неимущим просроченные продукты питания. Ну, вот такая инициатива партии власти. Не знаю, успел ли Саша приложить руку к этой инициативе, но, в принципе, по стилистике это очень на него похоже. Безусловно, остается много вопросов после освобождения кресла руководителя администрации главы республики. Ну, первый и главнейший вопрос, естественно, это кто же будет сменщиком США. Второй вопрос не менее важный. Наделят ли наследника этого места лифтовым бизнесом или он сам самостоятельно должен будет себе отыскать некую кормовую базу для нормального существования. Ну, и такой же совсем прикладной вопрос, что будет с бутиком США в одном из наших шикарных отелей Уфы. Будет ли этот бутик закрыт или переименован, например, в бутик «Азад» или бутик «Урал»? Мы пока не знаем, но будем пристально следить за ситуацией с этим торговым заведением. Если кратко говорить о претендентах на освободившееся кресло, то тут, на мой взгляд, их трое. Это «Азад», «Урал» и парень, имени которого мы не знаем, то есть какая-то неожиданная кандидатура. Если говорить про «Азада» и «Урала», оба они абсолютно негодные для исполнения обязанностей в этой должности, в разной степени негодные. На мой взгляд, Хабирову предпочтительнее, конечно, сделать главой администрации «Урала», хотя бы потому, что он разрушит все не так быстро, как это сделает «Азад». Но, повторюсь, оба они абсолютно не той компетенцией люди, которые необходимы для подобной работы. Впрочем, не все радуются уходу Саша-Сидиакин с его поста. Существует достаточно многочисленная группа товарищей, которые рассчитывали на покровительство Саша-Сидиакин, либо уже пользовались таковым, а многие рассчитывали получить карьерный рост за счет него. Ну, например, Артем Ковшов, господин Новиков, ректор Уфинского авиационного государственного университета и многие-многие другие, конечно же, сейчас рыдают и рвут волосы на голове. Уход Сидиакина означает для них весьма туманные перспективы тех начинаний, которые уже были предприняты. Но, как говорится, здесь кто-то получает, а кто-то теряет. Надо отметить, что пример Саша-Сидиакина оказался заразительным, причем в одном случае, прямо скажем, в плохом смысле этого слова. Я говорю об Элвине Юльякшине в девичестве Грея, который предстал на минувшей неделе нам полностью весь в цветах единой России, почему-то в Белом доме, в кепке, в майке и так далее, Элвин Грей буквально трактовал действия Саша-Сидиакина и прильнул к груди любимой партии. Не думаю, что это поможет Элвину Грею, тем более, что по последним данным он отказался перекрашивать свой вишневый майбах из исходного цвета в цвета партии «Единая Россия», а это считается в партии как бы пренебрежением и даже почти предательством. Но не все восприняли опыт Саша-Сидиакина буквально. Например, некоторые министры уход Сидиакина расценили как отмашку и команду покидать корабль, который, если еще не тонет, но точно уже напоролся на мель. Вообще, административная конструкция республики, конечно, она сейчас вибрирует и дергается в неподвижности. Я говорю о Эльвире Тукановой, министерке туризма, которая внезапно по собственному желанию покинула свой пост, не проработав и года в должности министра туризма. Ну, мы помним, как часто меняются у нас министры туризма, и я уже говорил в эфире «Эхо Москвы» о том, что вероятнее всего дело, конечно, в KPI, а не в людях. Но, тем не менее, Эльвира Туканова не явила нам тех суперспособностей, о которых так много говорили и Хабиров, и многие другие чиновники, ничем не полезным, не выдающимся, не даже любопытным. Эльвира Туканова не отметилась, регулярно получала титаническую зарплату министра и совершенно незаметно слиняла непонятно куда. Я полагаю, что на этом кадровые изменения в правительстве Республики Башкортостан не закончились. Если говорить о перспективном списке тех министров, которых мы будем провожать в ближайшее время, я думаю, что уместно говорить о министре спорта Хабибове, министре труда семьи и социальной защиты Ивановой, министре экологии Искандарове, возможно, министерке земельных и имущественных отношений Полянской, но и есть перспектива утратить мэра Уфы Грекова ввиду накопившихся, стремительно накопившихся проблем, не все из которых, впрочем, сгенерировал сам Греков. Очень часто на стримах и в других видах общения с моими подписчиками меня спрашивают о Беляеве Кучербаеве. Что происходит, когда будет суд, когда мы поймем, чем все это закончилось. И действительно, дело с уголовным преследованием вице-премьера правительства Хабирова, господина Беляева и министра Кучербаева, как-то, прямо скажем, затянулось. Я на прошлой неделе получил информацию, правда, неофициальную информацию, о том, что сейчас, на данный момент, прокуратура потребовала вернуть на доследование дело Беляева-Кучербаева. ФСБ резонным образом встревожилось, потому что, собственно, это дело было продуктом их деятельности. И ФСБ совершенно обоснованно беспокоится о том, что возврат дела на доследование может обернуться развалом дела и освобождением этих двух чудо-богатырей. С другой стороны, доследование и перерасследование дела Беляева-Кучербаева может выявить дополнительные эпизоды, в наличии которых, например, лично я не сомневаюсь, и дополнительных фигурантов из числа команды Хабирова, в присутствии и существовании которых я тоже не сомневаюсь. Очевидно, что Беляев и Кучербаев многомиллионные операции по изъятию денег из бюджета Республики Башкортостан предпринимали не в одиночку и не вдвоем. Это более многочисленная и более слаженная организованная преступная группировка, наличие и функции которой стоит расследовать с особым тщанием. Потому, давайте не будем торопиться с выводами, почему дело Беляева-Кучербаева перенаправлено на доследование, возможно, это обернется новыми интересными эпизодами в истории с командой Хабирова и историей ее краха. На минувшей неделе Хабиров таки утвердил список проектов к 450-летию города Уфы. Это 18 проектов-объектов, которые будут готовиться к этому великому празднику. Я бы не стал называть каждый пункт из этого списка проектом, тем более, что из 18 нам стало известно только о 13 пока. Многие из этих пунктов это просто тема. И от себя добавлю, тема для распила. Ну, давайте обо всем по порядку. По убыванию эти проекты выглядят примерно так. По убыванию финансирования. Первое место занимают ремонт и покраска, как известно, фасадов. На это сигнуются аж 10 миллиардов рублей. В общей сложности на все проекты планируется направить 50 миллиардов рублей. И каждый пятый рубль уйдет на покраску фасадов. На втором месте новый корпус для госпиталя ветеранов. Дело богоугодное, на который планируется истратить 6 миллиардов рублей. Третье место – центр спортивной борьбы. Ну, понятно, Ради Фаридович у нас в юности в чего-то там боролся. И вот теперь в память об этом 5 миллиардов рублей будет истрачено на центр борьбы. Ну, очевидно, что имени Ради Хабирова. У нас же уже есть при жизни спортивный комплекс, названный именем Рима Баталовой. Ну, почему не назвать именем Ради Хабирова комплекс по борьбе при его жизни еще? Долгие лета, кстати говоря, Ради Фаридович, живите долго и счастливо. Так вот, на четвертом месте Евразийская библиотека. Проект Саша Сидякина. Совершенно непонятно, где она будет, эта библиотека. Совершенно непонятно, зачем она нам нужна. И вообще, актуальна ли сейчас библиотеке в том виде, в котором их себе представляет Саша Сидякин. Но 4 миллиарда, будьте добры, выньте и положьте на этот проект. За 4 же миллиарда отремонтируют мост в створе улицы Воровского. Это, собственно, тот мост, который через Белую. Это, собственно, тот мост, который старый Бельский мост, который вот сейчас скоро закроют. Почему-то он включен в список юбилейных проектов. За 3,8 миллиарда рублей отреконструируют улицу Пугачева. Еще за 3 миллиарда и 180 миллионов будет устроена развязка на улице Рыленко и Пугачева. За 2,9 миллиарда построят математический лицей. В Кузнецовском же затоне построят за 2 миллиарда школу и за 1,5 миллиарда реконструируют улицу Рыленко, там же, рядом с Кузнецовским затоном. Еще будет путепровод через Салават и Юлаева. Модернизация общественного транспорта, что в переводе с Хабировского на русский означает покупку автобусов на еще миллиард рублей. Реконструкция улицы Октябрьской революции, на которой, кстати, ассигновали весьма скромную сумму в 1,3 миллиарда рублей. Будет центр фехтования и комплекс грибного слалома. В сумме все перечисленные мною проекты это 38 миллиардов рублей. О каких еще пяти проектах идет речь и куда будут направлены оставшиеся 12 миллиардов рублей, совершенно непонятно. Надеюсь, что не сразу напрямую в карман участников команды Хабирова. Возможно, мы все-таки увидим хотя бы салют на эти деньги. Вопросы вызывают, конечно, и пристальное внимание вот этого комплекса праздничных мероприятий к территории Кузнецовского затона. Но почему 4 проекта из 18 это Пугачево-Кузнецовский затон, Пугачево-Кузнецовский затон? Почему 10,5 миллиардов из 50 выделенных на весь город это Пугачево-Кузнецовский затон? Согласитесь, какое-то странное пристрастие к этой обыкновенной окраине города. Что-то там не так. Вот этот интерес очевидным образом вызван какими-то причинами. Но и складывается, конечно, ощущение, что под эти праздничные проекты подогнали проекты, которые и так планировалось реализовать. То есть, так как, судя по всему, денег дают очень мало, а федералы участвуют только в 8 из 18 проектов, оставшиеся 10 проектов это, видимо, собрали с миру по нитке. И так уже запланированные к финансированию проекты просто их под эту крышу, этот список загнали. И вот показали, вот смотрите, мы к празднику мост будем ремонтировать. А если бы не праздник, вы бы его не ремонтировали? Ну и так далее. Ну и вообще, есть большое опасение получить, снова получить, оговорюсь, новую серую Потемкинскую деревню. Все мы помним, как яростно красил Елалов грунтовкой фасады в городе Уфе к Шоссу Бриксу. Как настойчиво сотрудники мэрии убеждали всех, что это не краска, это только грунтовка. Скоро сверху появится красивая краска. Красивая краска не появилась, дома остались серыми. И вот то, что было, то было. Я очень опасаюсь, что мы повторим этот опыт, потому что 10 миллиардов, выделенные на покраску фасадов, они, конечно, ляжку жгут. Ну как их тут не украсть? Украсть на покраске фасадов легче легкого. Никто ничего не будет считать. Никто не сможет оценить качество краски, ее количество и прочее, прочее, прочее. В общем, не знаю, как это все контролировать, не знаю, как это все пресекать. Надеюсь, что какие-нибудь технологии у наших правоохранителей появятся. То, что кризис власти охватил у нас не только республиканскую власть, но и городские власти, для меня лично очевидно. И очевидно это стало на примере истории с землей, которая случилась в Уфе. И история эта вовсе не точечная, а абсолютно всеобъемлющая. Ну давайте по порядку. 12 октября 2021 года в Нижнем Новгороде судья 4 апелляционного суда, судья по фамилии Ходус, отменил решение Верховного суда Республики Башкортостан по иску, по претензиям прокуратуры Республики к администрации города Уфы. В распоряжении нашей редакции есть 14-страничное решение Нижегородского суда. Это очень сложный юридический документ, описывающий ситуацию с землей и земельными отношениями в городе Уфе. Ну, надо быть исключительно специалистом для того, чтобы глубоко воспринимать подобные тексты, потому я попытаюсь перевести его на русский язык, говоря, что я лично тоже читал его при помощи квалифицированных юристов. Собственно, что в этом решении значится? В этом решении значится отмена всех постановлений и решений мэрии города Уфы касательно земельных отношений, касательно изменения в земельном кодексе правилах землепользования города Уфы и генплане города Уфы. Отменены три отдельных решения городского совета, восемь статей правил землепользования Уфы и десятки приложений, которые, собственно, и описывают передачу земель и перевод их из одной категории в другую. Все эти документы, которые отменены Нижегородским судом, они, по сути, позволяли использовать землю по иному назначению, нежели предполагалось до этого. Напомню, что, в свою очередь, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в отношении мэрии Уфы по фактам незаконного изменения генплана города. То есть, вот еще проще говоря, суд и правоохранители сейчас опровергают и отменяют все решения относительно земельных участков под строительство, которые были приняты мэрией Мустафина. Того самого гениального мэра, о котором до сих пор иной раз всплоткнет Радий Фаритович. Вот что теперь делать тем, кто добросовестно получил участки в аренду или в собственность в процессе вот этой вот феерической деятельности Мустафина на посту мэра? По сути, теперь у них участки эти отбирают, потому что суд принял решение все вернуть, как говорится, взад. По-разному складывается судьба на этих участках. Где-то инвесторы уже начали вкладывать существенные деньги, уже вложили их в эти участки. Где-то не торопились этого делать, и, видимо, Бог их миловал. Но в любом случае претензии сейчас будут обращаться в адрес мэрии. По сути, мэрия Уфы подвела десятки крупных и средних компаний, которые планировали что-то строить, что-то делать на тех участках земли, которые мэрия выделила. Ведь надо понимать, что интересанты, те, кто получали землю, они технически даже не в состоянии контролировать, в каком порядке мэрия все это делает. Проводила ли она публичные слушания, не проводила публичные слушания. Они не знают и влиять на это не могут. Ну а мэрия, естественно, всех увеждала, что она делает все правильно. Но настолько массового нарушения закона в области землепользования и оборота земель я не припоминаю, чтобы в миллионном городе отменяли решение о земельных процессах за целый год, а то и больше. На моей памяти такого не было. Это критерий качества управленческой работы команды Хабирова. Понимаете, да? Это не разовый случай. Это не какой-то там чиновник что-то украл или где-то там чего-то ошибся. Это систематическая некомпетентность. Я предполагаю, еще и систематическую заинтересованность в этих всех процессах и так далее, и так далее. К чему иначе можно отнести уже первый звоночек в адрес госпожи Полянской, в который было внесено представление совсем недавно той же самой прокуратуры, а точно такой же истории с выделением земельных участков. Зря, что ли, Радик Варитович сконцентрировал в руках у Полянской все полномочия по всем землям республики Башкортостан? Очевидно, что не зря. Так вот, прокуратура уже указала министру земельных и имущественных отношений о нарушениях с выделением участка земли в 2,4 гектара, ООО «Анмар», которое ассоциируется с господином Пегановым, который, в свою очередь, ближайшее дружище городского депутата господина Марыча. Ну, согласитесь, как все это знакомо, как все это привычно. И фамилии все те же. Пеганов, Марыч, Хабиров. Вот такая ситуация у нас складывается с землей. Как теперь городские власти будут выкручиваться из этой ситуации? Как они будут теперь восстанавливать свою репутацию, я не знаю. Репутация у городских властей и у республиканских властей в бизнес-сообществе хуже некуда. Потому что они или обманут, или подведут. Вот так получается. Иметь дело с ними нельзя. Землю выделят, потом отнимут. Ну и так далее. Вот такая нехорошая ситуация сложилась у нас в городе. С тревогой обращаюсь к нашим подписчикам и постоянным зрителям. Статистика нашего канала говорит о том, что только половина из постоянных наших зрителей подписана на канал. Ну, сколько можно просить. Но нажмите вы кнопочку «Подписаться». И, кстати говоря, не забывайте лайкать канал. И когда вы его посмотрели, какой-то из сюжетов, и тогда, когда вы участвуете в стримах. Это очень важно для продвижения канала вверх в ротации Ютьюба. Это прибавляет нам зрителей, а вам, как говорится, прибавляет компанию. На днях мне стало известно, что Рустем Ахмадинуров все-таки был оправдан судом и следствием и признан непричастным к тому административному нарушению, которое ему вменялось еще с декабря 2016 года. Напомню эту странную мутную историю, когда во дворе дома Ахмадинурова задержали сотрудники ГИБДД, когда он якобы управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Ну, то, что он был в нетрезвом состоянии, в общем-то, он и сам не оспаривал. И там была какая-то длинная путанная история о том, как он помогал какой-то девушке вытащить машину из снега и так далее. В общем, чем все это закончилось? Закончилось это тем, что ГИБДД и сотрудники, которые участвовали в этом инциденте, признали, что Ахмадинуров не управлял автомобилем и не находился на водительском сидении. О том, что автомобиль был в неисправном состоянии и не мог представлять из себя опасность для окружающих. Ну, собственно, история закончилась счастливым образом для Рустема Маратовича. Единственное, что, наверное, стоило бы посоветовать ему быть осторожнее и осмотрительнее в тех действиях, которые приходят ему на ум, когда он видит людей, попавших в беду. Не всегда нужно участвовать самостоятельно в этих всех мероприятиях. Возможно, нужно вызывать специальные службы, которые помогут вытащить машину из снега, либо отремонтировать ее. Ну, от себя добавлю, что ситуации, подобные той, в которую попал Рустем Ахмадинуров, в общем-то, как выясняется, не редкость, юристы и эксперты говорят, что довольно часто случаются спорные моменты с сотрудниками ГИБДД, которые приписывают нетрезвым гражданам управление автомобилем в той или иной ситуации. Это бывает в гаражах, это бывает на местах парковки, когда человек, в общем-то, уже приехал, остановился, не собирается никуда ехать и выпил пиво, сидя за рулем автомобиля, уже припаркованного в этот момент, например, его могут признать участником движения. Ну и прочее, прочее. В общем, справедливости ради, повторю, Рустем Ахмадинуров сумел оправдаться в этой мутной истории, и я желаю Рустему Маратовичу больше не попадать в подобные передряги, быть осмотрительнее, лицо он публичное, наше пристальное внимание не ослабевает, и мы будем следить за его дальнейшей политической и прочими карьерами. Продолжая обозревать системную катастрофу в управлении Республикой Башкортостан, поговорим немножко о министре спорта Руслане Хабибове. Этот любимчик членов Совета Федерации провалил не только строительство крупных спортивных объектов в Республике и в Уфе, но, оказывается, провалил и комплекс ГТО. Этот столь любимый Владимиром Путиным комплекс стал внедряться во всех субъектов Федерации, везде ввели систему исполнения этого комплекса, и вот Республика Башкортостан, по оценке последнего мониторинга этого комплекса, попала глубоко вниз тридцатки субъектов, то есть мы находимся в таком очень нехорошем месте по исполнению этого норматива. Не знаю, с чем это связано, с тем, что Руслан Хабибович, возможно, просто не готов ни к труду, ни к обороне, возможно, это связано с его любимым девизом, как говорят в министерстве, частенько употребляет он эту фразу, звучит она так, спорт, могила, пиво – это сила, ну и вот такие всякие вещи, я не знаю, подсознательно это или сознательно все звучит, но очевидно, что господин Хабибов абсолютно непригоден для использования в качестве министра спорта, и чем раньше это поймет Ради Хабибов, тем, наверное, лучше будет для увядающего, умирающего спорта Республики Башкортостан. Все еще не затихли споры и шум вокруг перевода Азамата Абдрахманова, экс-главы Ишимбайского района, на пост руководителя аппарата правительства Республики Башкортостан. Действительно, это назначение очень скандальное, и мы стали интенсивно искать подтверждения тем байкам, которые травил нам Хабиров, на тему безумных успехов Азамата Абдрахманова на посту руководителя Ишимбайского района. Но, честно говоря, мы не нашли абсолютно никаких подтверждений всем этим завыванием Хабирова. Я отношу эти завывания всего лишь к концепции своих «не сдаем» и попытке защитить этого драчуна от общественного мнения. Впрочем, мы нашли одно замечательное подтверждение итогов деятельности Абдрахманова в Ишимбайском районе. Я говорю о слезном обращении жителей города Ишимбая в адрес Ради Хабирова с просьбой вернуть им хотя бы морг, если уж им не полагается нормальное медицинское обеспечение по результатам деятельности Азамата Абдрахманова. Более года в Ишимбайе не работает даже морг. Вот примерно такие итоги оставил за собой, за плечами своей деятельности, титанических усилий Азамат Абдрахманов. И можно только с ужасом предполагать, как же он будет управлять аппаратом правительства Республики Башкортостан. Вот уже два с половиной месяца минуло с того момента, как истекли полномочия первого состава Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан. С 19 сентября люди, входящие в Совет, как бы уже не входят в этот Совет, но это по уставу этой организации. Тем не менее, два с половиной месяца Хабиров не издает указа по новому составу. По сути, Совет по правам человека перестал работать. Ну, это, на мой взгляд, еще одно подтверждение импотенции власти Республики Башкортостан, неспособности принимать системные решения. С другой стороны, я понимаю, что Хабиров уже наигрался в демократию и либерализм. Хабирову было зачастую неприятно слышать то, что ему говорили некоторые члены этого Совета. Не очень гладко все было за эти истекшие два года. Там и Руфа Рахимова показала характер, и Наташа Павлова чего-то там выкрикивала тоненьким голосом. И Альмира Жукова делала резкие заявления. В общем, было все негладко. Не так, как себе представлял Радих Фаритович. Но тут, собственно, что долго думать. Берете, включаете в новый состав Брестлера, Деркача, мальчишку с газовым баллончиком, и будет вам ради Фаритович счастье. Все эти люди будут смотреть вам в рот, поддакивать и хлопать в ладошки. Если вам нужен такой СПЧ, милости просим, что тут долго думать. В общем, процесс как-то затянулся. СПЧ, мальчишка, мальчишка, мальчишка. СПЧ, мальчишка, мальчишка.